В Алтайском крае расширили дорогу на въезде в Бейской на границе с Новосибирской областью. Концерт, который запомнится надолго. Как в Барнауле прошел музыкальный фестиваль «Русское лето». Эмоции большого тенниса. Одни из самых сильных теннисистов Сибири приехали сразиться в Барнаул. Алтай молодой или Амфест. Под таким названием в Барнауле прошел первый фестиваль молодежи Алтайского края. 20 площадок, трикинг, чир-спорт, творческие мастер-классы и, конечно, музыкальное сопровождение от известных вокалистов. Фестиваль посетила наша съемочная группа. Так площадь Сахарова распахнула свои объятия для молодых и активных. Впервые в краевой столице прошел фестиваль молодежи Алтайского края, а Амфест собрал тысячи людей. Мы решили собрать всю молодежь Алтайского края, чтобы продемонстрировать, какие есть направления для самореализации. По территории площади Сахар работает 20 площадок совершенно разнопрофильных и добровольчества, и патриотика, и спортивное направление, и студенческие отряды, огромное количество творческих площадок. Очень много мастер-классов, где ребята могут найти себе занятия по душе. Мы будем проводить парад первокурсников, чествовать наших ребятишек, которые стали студентами сегодня. Разнообразие пространств позволило попробовать себя в разных направлениях. Любой желающий мог познакомиться с киберспортом на площадке КиберАМ, познакомиться друг с другом на площадке АМ знакомства. Патриоты показали фильм «Варежка», а спортивные направления захватили практически всю территорию. Трикинг – это акробатика с ударами. То есть выступления каратистов начали добавлять всякие трюки, потом это начали усложнять, появился трикинг. Ну, а кто акробатику тренит, просто сальто прыгает, комбинации какие-то на ловкость. Кроме знакомства с трикингом, ребята проверяли свою выносливость в спортивных эстафетах, прыгали в длину, подтягивались, играли в баскетбол. Любители эстетики радовали фото зонами и ярким стрит-артом. Здесь есть разные различные маркеты, я эти прикупила себе, Саша Малакитин поет вообще классно. Свечи вкусно пахнут, есть чем увлекаться. Допустим, вот ручки выиграли тут, узлы позавязали, на скалодроме полазили. В скалодроме очень понравилось. Песни крутые поют, очень круто. Мы подходили, капитошек наклеивали и отвечали на вопросы, там давали определенные призы. Атмосфера просто классная. Что сфотографировался с губернатором. Тоже мечта у меня с детства. Губернатор края Виктор Томенко не только исполнил мечту Барнаульца, но и поздравил всех студентов с началом нового учебного года. Пусть новый учебный год, который начинается именно сегодня, подарит новые открытия, даст возможность узнать друг друга получше. Пусть это будет год крепкой дружбы, молодости, любви, открытий, достижений и свершений. Я всего этого вам желаю в таком объеме, сколько вам это необходимо. В завершение фестиваля на сцене выступили известные вокалисты, наши земляки Диана Завидова и хедлайнер события «Зомб». Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, День с толком. И к другой теме. В Алтайском крае после ремонта открыли два важнейших участка Чуйского тракта. Один на въезде в Бийск со стороны Барнаула, второй на границе с Новосибирской областью. Теперь эти участки дорог будут не только удобными, но и, самое главное, безопасными. Подробнее в сюжете. Машины, поехали. Новенькие КамАЗы, украшенные шарами, первыми едут по свежему асфальту. Капитальный ремонт федерального участка дороги Р-256 341-го километра по 344-й на въезде в Бийск начали ремонтировать пару лет назад, в 2021 году. Делали полностью капитальный ремонт Чуйского тракта. Все виды работ, которые здесь производились. Земляные работы, асфальтобетонное покрытие, обочины, откосы, водопропускные трубы и водотводные канавы. Здесь, конечно, еще не было такой красоты, как сейчас. И закончили объект, получается, в начале августа 2023 года. После расширения ширина земляного полотна здесь составила почти 22 метра. Проезжей части 14 по две полосы в каждую сторону. Чтобы исключить вероятность встречных столкновений, а расширение во многом было направлено на снижение аварийности, потоки разделили металлическим барьерным ограждением. Теперь движение здесь станет более свободным, а жители и гости Бийска не будут стоять в пробках на въезде в Наукоград. На торжество по случаю открытия собрались почти все, кто участвовал в строительстве и высокие гости в том числе. Четырехполосная современная дорога, выполненная по федеральным стандартам, это просто для автомобилистов и всех участников дорожного движения на самом деле, так можно сказать, чудо. И чудо это результат работы очень большого количества людей. Для того, чтобы дорога эта появилась, для того, чтобы Чуйский тракт расширялся, становился таким современным, преображался на большей своей части, а планы наши в конечном итоге сделать его весь таким, очень большому количеству людей нужно было постараться. Постарались и даже с опережением графика завершили капитальный ремонт и второго участка Чуйского тракта от 135 по 143 километр. Его начали делать в 2022 году. Здесь также установили металлическое ограждение, появились 23 новых опоры электроосвещения, и работы на Чуйском не планируют завершать. Мы, конечно же, будем продолжать модернизировать Чуйский тракт. Ресурсы на сегодняшний день есть. Еще раз подчеркну, что все эти мероприятия проводятся в рамках развития коридора «Россия», «Запад», «Восток», и учитывая, как активно ведутся работы на головной его части, маршруте «Москва-Казань», «Казань-Екатеринбург», далее до Тюмени, мы понимаем, что и на остальных участках этого коридора необходимо набранные темпы поддерживать, а при наличии ресурсов еще и приумножать. Расширение Чуйского тракта – это еще и возможность повысить туристическую доступность нашего края для гостей из соседних регионов, ведь год от года к нам едут все больше желающих насладиться красотами Алтайского края и задача дорожников – обеспечить пропускную способность автодорог. Очередная задача выполнена, время приступать к решению остальных. Ирина Корчагина, Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле уже второй раз с размахом отгремел большой музыкальный фестиваль «Русское лето за Россию». В этом году он проходит в 26 городах нашей страны. В краевую столицу фестиваль ворвался в День города. На площадке выступили известные российские артисты, русские богатыри и многие другие. Юлия Щепина продолжит. Главная точка притяжения для барнаульцев в День города – неизменно площадь Сахарова. На ней с размахом отгремел масштабный патриотический фестиваль «Русское лето за Россию». Кстати, у события обширная география. В этом году он охватил 26 городов по всей России. Второй раз подряд выбор выпадает на Барнауле в числе тех, не всех городов России, в котором этот фестиваль будет работать. Нам очень приятно, потому что возможность приобщить наших людей не только к хорошей музыке, но и к хорошим смыслам – это очень важно. Кроме музыкальной программы на главной сцене, на фестивале развернулось множество площадок – спортивные соревнования, тир, скалодром, творческие мастер-классы и даже площадка сильнейших людей, которые поднимали нестандартные снаряды. Мы здесь сделали несколько активностей, направленных на массового спортсмена, который, может быть, кто-то даже не тренируется, кто-то не занимается, но у каждого из жителей, а также гостей города Барнаула есть возможность прикоснуться к миру силы. На фестивале установили российский рекорд по древнему силовому трюку, а именно удерживанию атлетам людей, которые тянули его в разные стороны. Людей было 16, а во время разрывания спортсмен надувал грелку. Кстати, по мнению Юрия Калмакова, главное – заниматься спортом и быть патриотом своей страны. Здесь в нашей локации есть кабинка «Своих не бросаем», где каждый желающий может передать виртуальный привет нашим ребятам на передовой, и, помимо этого, написать письма либо рисунки, что делают, в том числе и взрослые, и дети. Собственно, часть уже мы сейчас, сегодня же даже передадим нашим ребятам при отправке совместно с правительством края четырех фур туда за ленточку. Желающих записать видео для бойцов было достаточно. Приходили целыми делегациями. Искренне вам спасибо большое, что вы ратный труд несете, отстаиваете интересы нашей страны, отстаиваете рубежи нашей страны. Кстати, фестиваль начался с кинопоказа лучших работ документального отечественного кинематографа, посвященных Донбассу. Атмосфера праздника, конечно, хорошая. Просто эмоциональное состояние на уровне. И вот, кстати, стилистика вообще мероприятия. Чувствуется, что стали обращать внимание на молодежь, на поддержку. Программы поменялись абсолютно. То есть чувствуется подача именно для молодежи, населения Барнаула. На главной сцене выступили известные российские вокалисты. Группа «Фогель и Ко» Диана Завидова, а хедлайнерами мероприятия стала группа «7Б» и артистка Ольга Кормухина. Сегодня сразу, сегодня было такое единение, и, пожалуй, это самое главное. Я поняла, что люди сейчас очень реагируют на настоящую музыку, на настоящие смыслы. Потому что всех уже достали два кусочка колбаски, и ты меня не любишь, я тебя люблю. Это не то, с чем можно жить и расти детей, не те песни, с которыми можно побеждать. Фестиваль «Русское лето» посетили около 60 тысяч человек. Завершили мероприятие праздничным фейерверком. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. И еще одно яркое событие дня города. В Барнауле прошел фестиваль национальных культур. Традиционно представители разных народов собираются, чтобы показать, что готовит их нация, какие костюмы носит, как танцует и поет. На фестивале побывала и наша съемочная группа. Вот два казана у нас. Два разных плов готовятся. Есть амаркандский плов, есть маргеланский. В этих казанах больше 50 килограммов плова. Только для того, чтобы нарезать морковь, мужчинам понадобилось несколько часов. К фестивалю национальных культур «Единой с семьей в Барнауле живем» все участники подходят серьезно. Попав сюда, можно узнать об особенностях культуры разных народов. На нулевом километре развернулась целая национальная деревня – 19 жилищ. Армяне, белорусы, узбеки, казахи, грузины, немцы и не только. Это идентификация своеобразная. Меня как представителя этого народа, я горжусь своими корнями, своей семьей, своей историей семьи. Наши предки сюда приехали на Алтай. Мы поляки сибирские, русские поляки. Это у нас когда-то корни, действительно, фаня Ольга сказала. И поэтому мы как-то интересуемся этим. Может быть, кровь зовет, зов крови. Традиционные костюмы, мастер-классы, танцы и, конечно же, многонациональная кухня. От бешбармака до чурчхела. Все эти люди не только хранят свои традиции, но и делятся ими с другими. Не зря Барнаул считается многонациональным городом. Каждый из нас слышит и понимает о том, что необходимо сохранять национальную традиционную культуру. Одно дело, когда мы с вами разрабатываем концепцию сохранения и принимаем стратегические документы. А это вот то реальное воплощение в жизнь, которое мы с вами видим. Я думаю, для каждого народа очень важно показать свою особенность, свою культуру. Добавим, что это уже 22-й по счету праздник национальных культур в Барнауле. Как считают сами участники, фестиваль помогает лучше понимать друг друга, несмотря на разный язык и культуру. Ирина Корчогина, Дмитрий Денисов, День с толком. Накануне стало известно, кто же стал обладательницей титула «Мисс Барнаул-2023». Корона досталась 20-летней Регине Русских. Сыграла ли свою роль фамилия и кто больше всего верил в победу Регины – об этом в нашем сюжете. 22 участницы. Все молодые, красивые и стройные. Каждая со своей мечтой о победе и своей группой поддержки. Посмотреть на красоток в шикарных платьях пожелали тысячи горожан. Жюри свой выбор сделала чуть раньше. После кастинга у меня уже сформировывается свое мнение. Пятерка, да, а потом уже тройка на самом финале, уже когда девушки выходят в образах, с настроением, с улыбкой. Потому что на кастинге все-таки они немножко зажаты, для них это страшно. Но честно вам хочу сказать, что тройка у меня была изначально такая, но победительница у меня была сначала на другом месте. Но позже все стало на свои места и зрители аплодировали новой «Мисс Барнаул». 20-летняя Регина завоевала и симпатии зрителей. И она победила также в голосовании «Мисс Барнаул онлайн». Директор конкурса отмечает, что как в прошлом, так и в этом году все конкурсантки были очень сильными, но при этом воспитанными девушками. Которые не ссорились друг с другом, не воровали туфли за кулисами, а помогали, платья друг другу завязывали. Когда девчонок в первый раз увидели, вот могли предполагать, что будет такая? Регину нет. Нет? Нет, да. У нее были огромные нарощенные ресницы, такие, знаете, вычурные. Я сказала, Регина, ты такая красивая, снимай все искусственно. И будь сама собой. Регина прислушалась и благодаря поддержке не только жюри, но и своих родных и близких одержала победу. Фамилия, если и помогла, то об этом вслух никто не говорил. Я считаю, что этот конкурс показал мне, кто является моим настоящим другом, моей настоящей семьей. Второй и третий вице-мист стали Валерия Гайдукова и Ксения Чистова. А победительница теперь сможет при желании участвовать в конкурсе «Мисс Россия-23». Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Новый спортивный напиток и мастер-класс по боевым смешанным единоборствам. Такой подарок для жителей Кривой столицы подготовил Барнаульский пивоваренный завод. На центральной площади города такие, казалось бы, несовместимые вещи объединили сотни людей. Обо всем расскажем далее. Уже традиционно на день города без спортивных площадок никуда. На одной из них расположили спортсмены центра смешанных единоборств «Топ Тим Сибирь». Для местных жителей они показывают все прелести этого вида спорта. Барнаульцы смогли не просто посмотреть технику боя, красивые удары, но и попробовать новый спортивно-функциональный напиток изотоник «Баттерет» от Барнаульского пивзавода. Он чем хорош, батареет наш изотоник, что восполняет водно-солевой баланс и такие минералы, которые спотом на тренировку, как Тима, выходят, это калий, натрий, магний, кальций. Сегодня, ну уже, наверное, традиционно, за последние годы мы делаем такой небольшой мастер-класс и пропагандируем смешанные боевые единоборства и вольную борьбу, как олимпийский вид спорта. Стоит отметить, что питьевой режим во время тренировочного процесса – важная составляющая. Новый спортивный напиток оценили и барнаульцы. Ну изотоники вообще-то классно, я спортом занимаюсь, они вообще помогают классно. Крыногрузка, все. Как по вкусу и как по сравнению с другими? Очень вкусно, очень здорово. Очень хороший. Прекрасный. Слабый, самое то. Мне лично понравилось, вот именно голубой вкус, со вкусом баблгам. Вообще идет, ну, очень вкусный, хороший. Кроме спорта изотоника Баттера для барнаульцев были представлены и различные виды сыров. Нам очень нравится, дарит людям положительные эмоции, нравится наш сыр, нравится пупозаколы. Надеюсь, людям тоже нравится. Вот в таком тонизирующем, вкусном и самое главное спортивном режиме отгремела площадка барнаульского пивоваренного завода. Гости праздника испытали все эмоции. Одни из самых сильных теннисистов Сибири приехали в барнаул на парный любительский турнир. Спортсмены выясняли отношения на куртах весь день. Соревнования такого уровня проводятся в столице края всего лишь второй год, но за такой короткий промежуток времени мы вышли на очень высокий уровень. Подачи в большом теннисе настолько хлесткие, что внимательным нужно быть не только сопернику, но и даже оператору. Однако последний в теннис не играет, поэтому все внимание спортсменов друг на друга. На парный турнир в барнаул приехало 36 спортсменов, причем половина из них приезжие из Красноярска, Бийска и Новосибирска. Такие соревнования в столице края проводятся второй год, но за это время уже есть положительные результаты в развитии турнира. Два года назад этот турнир был чисто наш, алтайский, скажем так, барнаульский турнир, то в этом году его можно вполне назвать межрегиональным турниром. Было 12-13 пар в прошлом году, в этом году 18 пар. Выросла не только география спортсменов, но их уровень и разнообразие. Например, на парном турнире среди участников есть и девушки. Они настроены серьезно и готовы обыгрывать сильную половину человечества, хоть их игра в теннис и отличается от мужской. Я больше эмоциональна, то есть в некоторых моментах мне именно психологически тяжело дается. Мне кажется, что в этом плане мужчины более спокойны, как-то выдержаны. Ну, также, конечно, физически все-таки, я думаю, что мужчины более посильнее, но и тем не менее, если девушка профессионально занимается теннисом, то она тоже может дать даже небольшую упору некоторым мужчинам. А некоторым с психологией справляться намного легче, ведь Руслан Кузнецов – мастер спорта России по теннису. И он, кстати, первым получил такое звание в Алтайском крае. За спиной сотни турниров, где были и взлеты, и падения. Однако, когда есть мечта, можно пройти любые испытания. Утром просыпаюсь, мне отец звонит, говорит, тебе присвоили мастер спорта. Такой, как бы, первый день я ходил немножко в шоке. Не понимал вообще, типа, что это. Ну, у меня была цель, и я долго шел к ней. По итогу теннисных баталий бронзу забрала пара из Барнаула – Артем Звозников и Игорь Новиков. Серебряными призерами стали Тимур Смаян из Новосибирска и Артур Меньшиков из Барнаула. А вот чемпионство досталось Алексею Мурзинцеву. Он впервые за шести лет выиграл с Долота в парном турнире. Помог ему в этом Павел Кученев. Такой вот он, атмосферный большой теннис. Дмитрий Дроздов, Данил Кузнецов. День с толком. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...